Вальку нужно убить в обычных сложностях, ее нужно убить, чтобы человека она отпустила. В героических она будет отпускать человека на 50% своего хп и еще сверху будет висеть стрелять. Осквернение наносит урон темной магии всем противникам выбранной области. При каждом получении противником урона, размер области и количество наносимого урона увеличивается, лежит лужа на полу 60 секунд, то есть минуту. Это самая опасная способность, у нее в отличие от стандартного леща, то есть обычных серверов или оффа, у нее растет лужа и тики происходят быстрее и лужа больше растет, то есть или в два раза она быстрее растет, это самая опасная штука. Чтобы на ней не вайпаться, нужно на момент, когда говорят разбежаться, нужно находиться в правильном месте, то есть не в центре, не там где позиционируется лещ, за кольцом вот этим железным и самое главное, нужно находиться друг от друга на рынже хотя бы 10 метров, потому что если вы будете находиться вместе в одной точке втроем, то появившись лужа под вами, тремя, она очень быстро вырастет, тикнув по двум, по трех игрокам, она быстро вырастет и тогда уже из нее никто не сможет выбежать. Ну, будет лужа просто на весь экран и все сдохнут. Вот этим очень опасна эта способность. То есть, ну, в истории вообще этих боссов, ну, считается очень-очень серьезным боссом лич, именно из-за вот этой способности. Ну, заражение, это просто прохиливает трех хилам. И жнец душ, это чистая информация для танка, ну, в принципе, я не знаю, вам тоже, чтобы было понятно, я-то про нее все знаю, но она очень сложная эта способность, она сначала наносит 50% от обычной автоатаки в виде урона тьмы и потом накладывает на танка эффект жнец душ. Он висит 5 секунд. Как 5 секунд эти заканчиваются, по танку наносится урон от магии тьмы в десятке 50 тысяч, в 10 герри 25, в обычке по 60 тысяч и в 25 герри 70 тысяч урона тьмы. И после этого, как урон этот наносится, лично себя вешает баф на 5 секунд, который увеличивает скорость его атаки и скорость костов на 100%. То есть, вместо того, чтобы бить раз в 2 секунды, он начинает бить раз в 1 секунду, учитывая, что тычки и лича, ну, здесь они в десятке слабые, поэтому он в ряд решетник, а в раз в пятке они по 30-40 тысяч, то есть за 2 тычки танк может убить за 2 секунды буквально, то есть там нужен сейв, то есть резкие урона какие-то, либо ретаун, ну, и оверхил постоянные, то есть хилы должны эту штуку прохиливать хорошо. Ну и все, в принципе. Тражнец рассказал, вторая фаза заканчивается на 40%. Дальше переходная фаза начинается аналогичная, как и первая, только серы, как я говорил, спавнится в 2 раза больше и духов вроде как 4 появляется из игроков. Так. И потом начинается последняя, третья фаза. Здесь самая важная способность. Здесь из хороших новостей то, что заражение уже не кастуется, а сквернение из низ душ остается со второй фазы. И появляются 2 новых способности. Это призыв зловещих духов, лич призывает 10 духов, они висят в воздухе, по-моему, 10 секунд примерно. И как 10 секунд они повисели, они начинают выбирать ближайшую цель или тот, кто больше хилит, агро там генерирует урона больше наносит и лететь на него. Вот этих духов, при соприкосновении с игроком, они взрываются, эти духи. Вот. Взрываются на 1015, 25 км, там 1000 на 30, будет взрываться на 20. И их нужно под прожимкой ловить танку, танку оверхилить в этот момент. Импульс духа, вот тут написано, тут 10 обычки, написано почему-то 24 тысячи, но это жёсткий очень ромбик, наверное, 1015. Вот. То есть духов хлопать будет офф-танк, если офф-танк там не справляется, то может и мейнтанк жопой похлопать. Я вам покажу. Вот. Если танки умирают, там, если офф-танк не справляется, у него сейва нет. Может в бабле похлопать по 1, либо в тучке ШП. Вот. Либо глыбой маг может превратиться в глыбу и встать на траекторию движения духов, и они об него повзрываются. И самая опасная способность, это жатва душ. В 10 обычки он будет забирать одного человека в комнату. Вот. Этого человека, по нему будет наноситься урон в течении, по-моему, 5-ти секунд. Это очень серьезный урон. Нужно очень быстро среагировать к трем хилам и начать очень быстро хилить этого человека. Моментальными и быстрыми кастующимися хилками. Потому что, если его не прохилить, и он умрет до попадания в комнату, лещ вырастет и воншотнет танка, и воншотнет весь рейд. Если человека захилили, он попадает в комнату с ледяной скорбью. Там будет два духа, как я уже говорил, один зеленый, один красный. ДДшнику нужно убить красного духа. А когда дух красный начинает кастовать каст, он там один, нужно его сбить. Если не сбить, то он убьет зеленого духа и вас убьет тоже. Если вы умираете в комнате, то же самое. Лещ здесь снаружи вырастает и убивает всех. Вот. А вот РДД как можно сбить? РДД? Ну, за каждый класс можно сбить. Ну, давай разберем. На сове. Так, так, так. На сове в мишку и дать стан, по-моему, работает. В кота и дать стан. В коте калечене, в мишке оглушающий удар, по-моему. Потом, потом что? Да. Только Диана сам кастовать? Что-что? Один раз кастовать? Ну, один раз, первый раз. А если прям долго бить, если там какой-то танк бьет, он может и второй раз кастовать. Типа, если и танку, у него дамага мало. На Локи только сфера есть. Я за танка давно не попадал. На Локи, сразу на Лока говорю. Лок вызывает собаку и собака сбивает. ДКшник, заморозка мозгов и либо удушение. Маг, антимагия. Рога, пинок. ШП, сковывание нежити. Точнее, любой прист. Хил, вот ты попадаешь с хиллом ДЦшником, если видишь каст, сковывание нежити на красного. А так, все время хилишь. Можно дамажить у ДЦшники, кидать на него там священный огонь, или как он там, блядь, кару, вот эту хуйню, все в красного духа. И захиливать зеленого на фугу. Паладин гневом небес сбивает, либо станом. Кот тоже станом. Шаман ветерком сбивает, у ветерка 6 секунд. А смерчем можно сбить? Вроде можно, но какой смысл тебе красного все равно надо? По сути можно, но ты его не отменишь с духу, а тебе нужно его как бы убить. Можешь смерчем? Я не помню, додействует у него смерч или нет. Вроде должен, обычный мог. Так, ну вроде все рассказал. Ну и в принципе третья фаза, она длится до 10% хп леча. Вот, когда 10% наступает, он кастует ваншот по всем, и там уже ролик и это самое, как говорится. Просто добиваем ему, да, и все. Да. А он тут исчезает сразу. Тут ролика нет. Ну все, можешь сейчас запускать его, давайте смотреть по ходу дела. Получается, офтан держит одного маленького, одного большого всегда, да? Понятно. Все, запустил. Сниматика только 25 хм, да? Синематика, по-моему, вообще тут нету. Ну тут джайна же типа после леча поставлена. Ну будет потом. Ну просто исчезает, появляется сундук, он где портал стоит. Понял. Кто диспеллит? Ну в прошлый раз DC диспелил, пускаю на диспеллер. Так, а че у нас два эрдрушника? А, эршам эрдру, да? Ага, ну хорошо. Шам эрдру на DC у нас. Трехила. Ну и ждем меча. Это будет так. Герои! Патаку! Четыре. Три. Два. Один. Иork сам наполкнулся. На д ohne голове имеется в Theater. Я погону или не снова то, чтобы кто сейчас не прощитился. Щас, вот эти появились, сейчас они начнут бегать. И забери одного. Ага, и всё, нагревай о нём. Вот появился Шарка ещё прямо рядом с тобой. Просто бей его. На тарелку там у него кинь. Чума, пять секунд. Сейчас готовимся, на ком-то будет чума. Выноси его, да? Чума. Чума. Диспейли уже диспейли. На ЭКО не. На ЭКО не чума. Главное диспейлить, чтобы человек помогал. Рога и ДКш, никого есть тебе побольше? Чума, пять секунд. Раз мы долго бьём. Секунду, Чума, сейчас на ком-то будет смотрим. ДКш не унеси. Да, в Гратаре. ДКа унеси к танку. Возвращайся. Там зелёненький такой лучик показывает. Какого моба она перекинулась. Шаркающий уходит. Тогда второй шаркающий выйдет, уже маленьких не таунки. Только два шаркающих будет. Когда первый умрёт, можешь ещё одну маленькую забрать. Чума, три секунды. Чума, три секунды, да. Смотрим внимательно на дебаф. На Савея. Диспел. И вот этих маленьких, которые на Савея можно забрать, он может на ком-то чума из них. Да потыкай по мобам. Нет на них чумы. Это бывает, что на них потом перейдущий ходит. Шума, семь секунд. Вау, два процента. На ИВБ. На ИВБ. Отходим? Да, на край заходите. Всех вордалаков маленьких забираем. Всех с Рейдой забираем. все бьют гневного духа все все гневного духа тот треш никто не бьет милики уйдите оттуда идите сюда где звездочка бейте гневного духа тот треш никто не бьет он сдохнет от чумы можешь этот звездопад там дать или какой-то да чтоб быстрее его удалаки подохли потому что приоритете что все спарта паладе сказал спарта паладе спарта паладе спал уже сдохнет еще одна сверх все один дух остался сейчас когда фаза закончится шариков нету все перед лицом духа не бежим только я бегу все можете уже бежать перед лицом так протопал вставайте за спину леча и добейте сначала духа протопал дай каплю по войду блайн жертвенности валька пришла меня забрала стан есть вот протопал давай стан и фулл дпс по вальке оскорнение 8 секунд из траектории движения вальки к краю отойдите разбивайте потом выпрыгнешь все теперь смотрите я леча поставлю в центре вот примерно здесь а вы все встаньте на шипы вот этого кольца железного который на полу нарисована из центра все уйдите дц и вы все уйдите из центра сейчас будет валька и через секунду сразу лужа готовимся когда вальку схватит смотрим на ком лужа оттуда отходим вот оскорнение отходим и бьем спокойно вальку она убьется легко все бьем вальку спокойно все просто увешаем велики специально подводим к вам плеча чтобы бить и то и сейчас из центра тоже все уйдите и встаньте так чтобы нам вернуться в центр можно было я вот тут из центра уйдите все уйди с центром он глыбе куда-то отойди не налейте в центре лужу налейте центре нужно сначала будет сначала будет оскорнение теперь возвращаемся в центр теперь возвращаемся в сейчас быстрее валька прилететь встаем за спину лещу вот схватила вальку бьем вальку пока есть время для оскорнения еще есть время бьем и вальку и леща навременно оскорнение 5 секунд уходим отсюда из центра уходим в центре и освободить место я туда буду ставить сейчас скоро он на халяве вот отлично возвращаемся в центр то же самое валька и скринь уже по просьбе также встаем за спину лечу от спины вы ровно в краю будете летать кстати геру не давали в конце я лечу оскорнение 5 секунд отбежали вдруг из подвальки не налейте подвальку потому что если человек выйдет сдох вот оскорнение отлично и бьем вальку уже с ключом месте все отлично 50 процентов ключа так сейчас у нас вроде как пятые вальки и то же самое будет это оскорнение с валькой одновременно также как на вторых вальках также на кольцо железное вот это распределитесь оскорнение сначала все избегайтесь теперь в центр центр бегите вот валька схватила челика идем его бьем там уже 5 процентов по лечу скоро доведем оскорнение 10 секунд переходка на 30 процентов там на 40 уже скоро сейчас наберите ренч через три секунды оскорнение наберите ренч из-под реча уйдите один процент так оскорнение не кричу и кричу все бежим один процент беги и беги сюда к нам черепок беги сюда на край сюда идем звездочку дека быстрей быстрей бегите я там не зыбку ныреет побыстрее сюда на край встаньте чтобы меньше урона на край сюда алёха сюда быстрее дальше хиливай захиливай 3 хила и захиливайте нормально сейчас 4 духа будет и сферок 2 раза больше сам основной сферок и убивайте свое время я сферки побил под лицом духа не стоять сейчас хилы значит это самое шарик летит смотрите ртд помогите значит самое основное это будет жатва душ какого-то человека будет дамажить вам хилы 3 хила нужно это увидеть и быстро начать его хилить до сферка эти не быстро летят до переходная фаза по контакте на краю остаемся стоять здесь далеко туда в центр духа бьем куда-то сейчас упадешь сферу сферу убейте захиливайте его бы хилишь духа украины хилишь зеленого духа все по гневному духу только играют перед лицом не бежать бежим за мной ну то есть залечем за всей этой парашей бежим играем трон портал и гневного духа все играть не леча сейчас протопал будешь хлопать вот здесь встаем оскорнение секунды сюда идем ступенькам гневного духа сильнее бьем протопал будешь хлопать все сюда в ступеньки вставайте хорошенько ступеньки ну примерно чтобы духи летели воду слов пришлось простоять протопал вот ты ловишь они видишь летят нам ты ловишь вот и сейчас я зеленку нажал похлопал тоже вот так примерно это происходит он вызвал и мы уже сейчас еще два дохлопают и уже тоже самое оскорнение секунда оскорнение уходить у меня друг от друга оскорнение на танке на мне бежим за лечом бежим за лечом уже из под вы не должны уже сейчас находиться там в этом как называется вот здесь должна за спину леча вставать сейчас за спину леча вставайте все летят духи нажимаем языкку и просто флот захиливаем человека выхиливаем его бы кстати вышел нормально все и окружным сюда к нам также кто-то ступенечком ступенечком бежим все уже перешли сюда к ступенечкам стали ну и то же самое повторяем от края до края право лево так как учились всегда в одну сторону тут без разницы вообще мы спортом можете дать геру оскорнение 3 секунды 2 хорошенько захиливаем сейчас оскорнение после двух разбирайтесь он там на это на троне бежим отсюда за лечом сразу бежим кстати вон тело лежит в центре вы можете ему дать бр потому что тут или портопалку прожим там нормально ты в центре выставка и встает сейчас а потом вынуждены вот так и встает в центре обстрел и встает лечу за спину исключением разбегитесь раньше 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 черепка вот нормально только выезжаем балл бежим за лечом для реча и встаете лечу за спину и прижимах есть есть Линнер, тякань тебя и кинул. Семь процентов до смерти лечил. Духи летят два. У тебя есть? Да, есть, да. Время что-то у меня нет. Да, да, да. У нас же зубы есть, можете попросить. Сейчас, кстати. Оскорнение смотрим. Оскорнение. Он вынес. Не туда, не туда. Вы наоборот бежите на оскорнение. Ну все, уже один процент. Уже просто даже здесь можете добить пол процента. Блять, нет, ваншот. Ну как же так? Блин. Вайп. Как же он так? В обычке он бишь, он простой в обычке. А вот когда начинаются героические сложности, там такие цифры урона, что еще сложно играть. А в 25-ке все усложняется тем, что количество людей, именно которые в одном месте находится на платформе, оно очень большое. Короче, это уже самое проблемное, да? В 25-ке? Да, в десятке проще тем, что людей меньше. А в 25-ке очень-очень тяжело. Прям нужно, чтобы каждый за собой смотрел. Ну все, в принципе, че. Сейчас он нас треснет, да? Давай, давай. Че, Фордринг? А, ой, Тириум. Или кто? Ну, Тириум, Фордринг. Берешь, пожалуйста. Бау, он не исчезает. Я самим скроул. Ну, шкилл может идти, да, ему на 10 минут он сказал? Ну да. Тут же мы просто добиваем. Только еще мы что-то надо занять. Он не исчезнет. Он не исчезнет. Он исчезнет. Все, мы убили. А в смысле мы сейчас бить не будем до ноля? Нет, нет. Нет, все. Да, это все неинтересно. А вот сейчас очивку тебе дадут, и все. Куда он сбежал? Че там выпало? Да, иди. Если пуст, то вообще топ. Нет, это мне. В смысле? На салон. А че он сбежал? Интересно. Че на срез? Ну, он все срезнет. Да. А че он сбежал? У нас среза нет, ё-ма-ма. У него 25-ая лгидия. Плюс Тириум. Че, залучил? Че, мы в карму идем быстренько? Да, давайте. Так, че. Опа. Топор. От танка. И кинжал на хила. Больше я помню. Почему на хила? Не, а почему на хила? Ну, это она лучше. У него 260. Эх, мне повезло. Либо я, либо Кирта, либо...